И еще она сняла небольшое видео, в котором она ответила на одно из моих видео и конкретно ответила на вопрос об эфире. И это хорошо, что она это сделала, потому что теперь мы можем глубже проникнуть в ход ее мыслей и посмотреть, сможем ли мы понять, о чем она говорит. Я, конечно же, не смог бы этого сделать, так что я нахожусь в той же лодке, как бы я на это ни смотрел. Она так и не ответила на мой вопрос. Так что позволь мне показать тебе, на что она не смогла ответить, на что она не отвечает или не может ответить. И очевидно, она никогда этого не сделает. Вот и все. Хорошо, давай перейдем к первому вопросу. Она говорит следующее. Она говорит, что космический вакуум не является пустым. Все в порядке. Он просто пуст от материи, но полон эфира. Хорошо, так вот она говорит, что эфир это не материя, какой бы она ни была. И мы видели, что у них нет определения материи. Оказывается, она собирается сказать, что эфир состоит из пар частиц и античастиц, но по какой-то причине она не называет это материей. Хотя считается, что одним из них является электрон, а другой позитрон. А вот эти частицы считаются частицами. И если их считать частицами, то что же это такое? Разве это не имеет значения? Так вот у нас есть проблема со словом материя, серьезная проблема, потому что в конечном итоге мы ходим по кругу из-за этого слова. Потому что люди говорят, что оно не содержит материи. И что же ты этим сказал? Она ничего не сказала по этому поводу, потому что не знает, что означает слово материя. Вот почему. И еще она сказала, что вакуум снова пуст от материи, хорошо, она пустта от материи. Хорошо, так вот, здесь у меня внизу материя выделена желтым цветом. Ты видишь желтый шар, и я помещаю его в пространство, а там у тебя есть эфир, который представляет собой красные, белые или серые шарики, не так ли? Так что для нее это и есть пространство. Пространство это эфир плюс частицы материи, какой бы она ни была. А пространство наполнено эфиром. Таким образом, пространство наполнено эфиром, и пространство наполнено материей. Так что же такое вакуум? Вакуум, это то же самое, что и пространство, но без материи. Так вот, именно это я и сделал в правом нижнем углу. Я убрал шарик, желтые шарики, и именно это она и хотела сказать. Она говорит, смотри, парень слева, это пространство, потому что в нем есть материя. В то время как парень справа, это то же самое, только без желтых шариков. Все в порядке. Так что же это за пылесос? Кажется, что в этом пылесосе что-то есть. А что это за маленькие шарики, эти электронно-позитронные пары, из которых у нее состоит вакуум? И поэтому она почему-то не называет это материей. И опять же все сводится к тому, что слово важно имеет значение. Так что в этом случае убийство сойдет ей с рук. Почему же так? Потому что она вставляет частицы и говорит, что это ничего не значит. Это не имеет значения. Хорошо, в этом-то и проблема. По крайней мере, это первая проблема. И мы продолжим в том же духе. А еще здесь говорится, что пространство и эфир, это одно и то же. Так что пространство и эфир, это одно и то же. А вакуум и пространство, это не одно и то же, потому что вакуум, это пространство, в котором нет материи. Так что я все сделал правильно. Я убрал желтые шарики, которые представляют материю, и в итоге мы получили то, что она называет вакуумом. И как всегда, у нас возникла проблема с черным веществом. Мы не знаем, что это за черная штука. И именно к этому я и хочу подойти. Я хочу докопаться до сути этой штуки. Именно на нее я и нацеливаюсь. Все в порядке. Так что я хочу, чтобы ты это понял. И еще она говорит, что пространство заполнено электронно-позитронными парами. Так это значит, что она говорит о том эфире, о тех электронно-позитронных парах, которые составляют эфир, не так ли? И я позволил ей обобщить их на вихревые и антивихревые пары. Все в порядке. Сейчас она объяснит, как она создает эти маленькие торнадо. Все в порядке. Все в порядке. Итак, у нас есть электронно-позитронные пары в пространстве, хорошо? Из-за чего? Электронно-позитронные пары это эфир, а эфир это пространство, говорит она. Но говоря это, она все время упускает из виду ту часть, которая касается материи, потому что пространство и эфир не могут быть в точности одинаковыми. Потому что эфир это красные и белые шары, тогда как материи это желтые шары. Таким образом эфир и пространство, это не одно и то же, если пространство должно включать в себя материю, ясно? Потому что она говорит, что если мы уберем материю, то пространство перестанет существовать, потому что у нее не будет расстояния между объектами. И опять же, она не принимает во внимание маленькие красные и белые шарики, которые там находятся. Она не принимает во внимание этот вопрос. Она вообще не принимает этого внимания. Я не знаю, что она об этом думает, особенно когда она говорит, что это электронно-позитронные пары, которые предположительно являются частицами. Так вот, опять же, у нас есть проблема, когда эти люди просто продолжают бегать по кругу. И она говорит, я называю пространство вакуумом, когда в нем нет никаких частиц материи. Хорошо, отлично. Пространство эфир и пространство в моей среде с электронно-позитронной парой, это одно и то же. Хорошо, так что все предельно ясно. Пространство не существовало бы, если бы не существовало этой среды. Вот и она идет. Она говорит, что если бы не было этой среды, то не существовало бы и пространство. Все в порядке. И еще раз повторяю, у нас возникла проблема, потому что нам нужно выяснить, равно ли пространство эфиру, который состоит только из красного и белого шаров. Или же пространство включает в себя частицы. Очевидно, она имеет в виду, что пространство включает в себя частицы. Следовательно, пространство это не то же самое, что эфир, как она говорит. Все в порядке. Так вот здесь у нее есть противоречие, которое она должна разрешить, потому что если пространство, это то же самое. То это то же самое, что и вакуум, а именно это мы имеем справа. Вакуум равен объему эфира. И все же на данный момент мы не имеем ни малейшего представления о том, что представляет собой это черное вещество. Она собирается перейти к этому через минуту. Вот она и говорит, итак пространство это среда, а вакуум это когда в этой среде нет частиц, когда пространство пустое, когда в нем есть ничто, в этом не имеет значения. Ничто не имеет значения, потому что у нас действительно есть что-то, и это что-то электронно-позитронные пары. Разве это не что-то особенное? Что это такое? Так вот в чем заключается пророчество. Она продолжает бегать по кругу. Она думала, что ответила на вопрос, но на самом деле это не так. И он говорит, что если бы вся материя во Вселенной исчезла, и все вихревые пары антивихр исчезли из Вселенной, то не было бы никакого пространства. Да, так что же тогда все, что у нас было бы, это черная материя. А что же такое черная материя? Именно к этому мы и стремимся. Так что она еще не обратилась к этому вопросу. Хорошо, так что она действительно обратится к этому вопросу в следующем разделе. Так что давай перейдем к следующему вопросу. Она рассказывает нам, что такое черный материал, и именно это я и хотел узнать. А что это за черный материал? Она говорит, потому что черный материал предположительно придает форму частицам. Вот почему я хочу знать, что это за черная штука. И она говорит, что фоном для частицы для частицы является вихревой антивихревой Си. Хорошо. Так вот черный материал, который ты видишь, это вихревой антивихревой Си. Хорошо. А также часть Си вихревых антивихревых пар. Хорошо, чтобы это не значило. А фоном для этого служит БЭК, конденсат Бозе Эйнштейна. Хорошо. В БЭК верно, фоном для вихревых антивихревых пар является сам БЭК. О, мне очень нравится этот вариант, потому что это означает, что он говорит, что такое БЭК. Если ты посмотришь в интернете, то увидишь, что это газ. Именно это и означает БЭК. БЭК это просто газ с очень низкой температурой. Вот и все, что означает БЭК. Это и есть конденсат Бозе Эйнштейна. Все в порядке. Это всего лишь газ, который был охлажден почти до абсолютного нуля. В этом-то все и дело. И поэтому они говорят, что у него другие свойства, и называют это другим состоянием материи. Вот и все, что в нем есть. Хорошо, это просто еще один тип плазмы. Можно сказать, что там, где плазма переходит на другой конец, она нагревается и атомоионизируется. Это еще один тип эксперимента, в котором вы замораживаете газ и обнаруживаете, что он обладает другими свойствами при температуре, близкой к нулю Кельвина. Хорошо, так вот, что такое конденсат Бозе Эйнштейна. Так вот, значит, это и есть газ. Вот здесь я проиллюстрировал, я нарисовал разные цвета, и она сказала, что желтые, извини, зеленые и розовые, это маленькие шарики. Вот эти шарики будут черными. Эти черные шарики сделаны из всех этих маленьких шариков. И именно то, что она говорит, создает контур для эфира, для того, что это такое, для электрон-позитронных пар. Итак, у нас есть этот газ, который она заполняет там, и этот газ создает фон для электрон-позитронных пар, которые образуют эфир. Хорошо, и так, я думаю, что мы подходим к сути дела. Не так ли? Сейчас я узнаю, что это зачерная субстанция, которая очерчивает контуры каждого атома бета, потому что мы говорим о газе, но я предполагаю, что это всего лишь частицы. Так что же очерчивает контуры каждой из этих частиц? Именно это я и хочу знать. Я хочу всегда знать, что это за черная субстанция. А она так и не сказала мне, что это за черная субстанция. И она говорит мне, что черная субстанция, это БЭК, стоящий за БЭК. Это тот же самый контур, что и у БЭК. Она говорит именно об этом. Она говорит, что фоном для вихревых-антивихревых пар является сама БЭК. Вселенная зародилась как конденсат Бозе Эйнштейна при очень сверхнизкой температуре. При абсолютном нуле или очень близком к нему вы получаете БЭК. Затем, когда вы либо раскручиваете его, либо нагреваете, вы начинаете видеть образование вихревых-антивихревых пар. Так вот, она говорит, что создает эти торнадо, просто заставляя пару бегать друг вокруг друга. Это была ее идея. Она говорит, что эти две пары шаров, которые вращаются друг вокруг друга в ее воображении, по ее словам представляют собой вихревую-антивихревую пару. А потом это торнадо, я буду называть их просто торнадо, потому что именно это она и описывает. Эти торнадо формируют фонетика. Все в порядке. Она говорит, что у нее болит голова. Это не совсем так, потому что, опять же, согласно официальной литературе, БЭК не является торнадо. В официальной литературе говорится, что это газ, состоящий из атомов. Она этого не понимает. Хорошо, так вот в чем ее проблема. Затем, когда вы либо раскручиваете его, либо нагреваете, вы начинаете видеть образование вихревых-антивихревых пар. Таким образом, фоном для БЭК является чистая инерция. Теперь она говорит, что фоном является некая концепция. Она говорит, что у нас есть такая вещь, как инерция, которую она определяет как сопротивление переменам. Так вот, она говорит, что на заднем плане стоит сопротивление. Сопротивление это целая концепция. Это все равно, что сказать, что любовь это фон, а интеллект это фон. Какой смысл может иметь утверждение о том, что фон жизни это концепция? Это абстрактная концепция, математическая концепция, так что, опять же, в ней нет никакого смысла. Она так и не определила, что такое черная субстанция. Она просто уклонилась от этого, добавив еще больше глупостей, которые она включала одну за другой, говоря, это подкреплено этим, а это подкреплено тем, а это подкреплено чем-то еще. И она никогда не говорит мне, чем подкрепляется ее последняя мысль. Что же это за вещь, которая придает форму последней частицам, которая придает форму всем остальным частицам? Именно это мы и хотим знать. Мы хотим знать, что это за черное вещество такое. И как ты видишь, она так и не ответила на наш вопрос. Она уклонилась от ответа. Все в порядке. И самое смешное, что она расстраивается из-за того, что я говорю, что она не очень глубоко мыслит, но это не так. Она абсолютно не такая. И я не хочу ее оскорблять, я просто излагаю факты. Она не является глубоким мыслителем, и ей не следовало бы заниматься физикой. Она не должна сдаваться. У нее нет квалификации, чтобы заниматься физикой. Ей не следует выставлять себя дурой на публике. Так что если что-то случится, ей следует прислушаться к моему совету, хорошо? Именно так я это и вижу. В любом случае, вот здесь я пытаюсь нарисовать картину более конкретно, чтобы ты мог увидеть ход ее мысли на картинках. Хорошо, так что все, что она только что сказала, я собираюсь изложить на картинках, чтобы ты лучше понял, что у нее в голове происходит. Насколько я понимаю, все в порядке. У нее есть частица, все в порядке. И она собирается назвать это материей. Хорошо, давай оставим это на потом. Хорошо. А вот это и есть желтая частица. Она говорит, что эта частица материи заключена в капсулу или является фоном для нее, а тот, который придает ей форму, это эфир. Хорошо, а что такое эфир? Все дело в этих электронно-позитронных парах. Хорошо. Хорошо, вот это и есть эфир. Так вот, я хочу знать, что это за черная субстанция, которая придает им форму. И вот она говорит. О, вот в чем дело. Хорошо, давай перейдем к Беку. А что это за Бек? Бек, как мы знаем, это газы. Так вот, она говорит, что там есть какой-то газ, который при нагревании превращается в торнадо. И именно все эти крутые торнадо при очень низких температурах формируют фоновый фон. К сожалению, торнадо не является физическим объектом. Так что мы не можем использовать слово вихрь в науке, потому что это не отдельный объект. Все в порядке. И на самом деле, может быть, мне стоит показать это прямо сейчас. Вот оно, вот оно. Это настоящий торнадо, ясно? А тот, что слева, известен как рожок мороженого. Тот, что слева, является объектом с точки зрения физики. Тот, что справа, не является физическим объектом. У тебя его нет. У тебя нет никакого фильма. Нельзя указывать на фильм и говорить, что это физический объект. Все в порядке. Мы уже обсуждали это на днях, и вот вам еще одна версия этого вопроса. Парень справа известен как прыгающий кенгуру. С точки зрения физики, это не является объектом. То, как вы представляете объект с точки зрения физики, заключается в том, что вы указываете на него пальцем, и он должен быть статичным. Ему не обязательно двигаться. Все в порядке. Если он движется, то это не объект. И вот что она говорит. Вот этот иервихр. Она говорит о парне справа. Она говорит, что это физический объект, а это не физический объект. Так что она не понимает основ физики. Все в порядке. И конечно же потом она говорит. Хорошо, значит у нее есть эти торнадо. Все в порядке. Так вот я хочу взять свой микроскоп и пойти посмотреть, что это за маленькие частички. Так вот здесь справа, я вижу их прямо перед собой. Я говорю, смотри, у меня есть частица газа БЭК, и она находится в центре. И она говорит, что фоном для этого также является БЭК, еще одна группа частиц. Хорошо, итак, я поместил это в шесть частей, заключил или инкапсулировал в шесть частиц вот здесь. А что это за черная субстанция? Что придает форму каждой из частиц газа БЭК? Именно это мы и хотим знать. Но она никогда не отвечает на этот вопрос и никогда не ответит. И позволь мне объяснить тебе почему. Потому что еще со времен греков они осознали эту проблему. Они сказали, что нельзя продолжать просто повторять. Это подкрепляется тем-то, а это подкрепляется тем-то, а это подкрепляется чем-то еще. В какой-то момент нужно прекратить тратить деньги. Ты не можешь постоянно помещать предметы и говорить, что один объект служит фоном или контуром другого объекта. Это совсем не то же самое, что сказать. Ты кладешь мяч в коробку и спрашиваешь, где мяч? Мяч же находится в коробке или в океане, не так ли? Ты бросаешь рыбку в океан. Так вот, ты спрашиваешь, что это за рыба? Это океан. А что это за океан? А что такое воздух? А что это за воздух? Потому что воздух окружает Землю. И в какой-то момент ты должен выйти в космос и разобраться, что такое пространство, и лучше бы это был не объект, потому что если пространство это объект, то ты должен сказать мне, что такое пространство. И так будет продолжаться до бесконечности. Что ты собираешься сказать на это? А что такое четвертое измерение? Это и есть твой ответ. А потом ты спрашиваешь, а что такое четвертое измерение? Мы не знаем, что это такое. И вот на этом мелкий шрифт говорит о том, что мы закончили. Ты не можешь зайти дальше этой точки. Именно в этом и заключается проблема современной математической физики. У них нет ответа на вопрос, что же заключает в себе все это. И последнее, то, что по твоим словам заключает в себе все остальное, я хочу знать, что именно заключает в себе это все. И у тебя не может быть никакого объекта. В какой-то момент ты должен сказать, послушай, то, что заключает в себе все, это ничто. А что такое ничто? Это то, что не имеет формы. Мы закончили. И теперь мы знаем, что такое ничто, когда что-то есть, потому что это противоположности антонимы, и мы можем последовательно использовать их в диссертации. В этом и заключается основа рациональной физики.